Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с каббалистом Михаилом Вальтманом. Здравствуйте. Двадцатка встретилась в Китае. Да. G20. Вот очень интересно пишется так. В нынешнем мире все страны относятся к обществу с единой судьбой. Ни одна страна не может в одиночку выйти из экономического кризиса и добиться устойчивого развития только в условиях инноваций, здоровья, взаимосвязанности и инклюзивности можно реализовать всеобщее процветание. Это так пишется. Это такой манифест. Это они еще надеются. Манифест. Таким образом, G20 в Ханчжоу очень важная возможность как для всего мира, так и для Китая. Сколько их прошло уже этих саммитов, а мир все время движется по наклонной вниз. И ничего не было не после каждого саммита. Абсолютно никакого, ну хоть какого-то там подъема, рывка, подскока хотя бы. Но у них есть все время какая-то... Ничего у них нет. Удержаться в своих мест и продолжать спокойно жить. И все. И все. Для них ничего другого. То есть вы считаете, боли у них нет, сопереживания мира? Никакиха ни в чем. Нет. Какого сопереживания? Абсолютно. Ну, мир как бы доходится... Как ты говоришь, так о людях. Вот это... Нет. Нет, совершенно. Результаты этому ничего. Красивые лозунги... Нет. Им надо встречаться, чтобы понимать, как лучше лавировать, как лучше все-таки поддерживать друг друга. Надо тоже. Иначе я тебя не подержу сегодня, ты меня не подержишь завтра, мы свалимся. Так что они начинают понимать. Это уже взаимность. Им главное просто удержаться. И ради этого они собираются. Больше ничего... Ни о чем больше не думают. Это люди понимают это уже? Человечество это уже понимает? Человечество все понимает. Только они этого не понимают. То есть ничего в этой плоскости, мы все-таки с вами как с каббалистом говорим, ничего в этой плоскости не произойдет никогда. Нет, абсолютно никак. Ну, просто произойдет перестановка личности на тех же местах. И им тоже нельзя объяснить основу каббала? Им невозможно ничего объяснить. Нет. Кому вы хотите объяснить, чтобы начался какой-то переворот? Простому народу. Потому что у народа есть депрессия, у народа есть всевозможная. А у них нет ничего этого. Не потому что они сидят высоко. Потому что они такие от природы. И поэтому они именно добрались до этих мест. Так они все-таки высокоэгоистичны с точки зрения эгоистической теории? Нет. Нет, у них эгоизм очень примитивный. А, даже так? Их эгоизм – это только лучше держаться на месте и рулить. И больше ничего. Причем рулить вот так вот примитивно, рулить сегодня, завтра, так, всяк, вот и все. Играться в эту игру. Получается, у тех, у кого есть депрессия, эгоизм гораздо выше. Гораздо выше, гораздо более развитый. То есть он ищет все-таки какого-то выхода. А для этого ты не должен быть министром каким-то. Ты можешь быть и без образования, и простым рабочим. То есть нам нужны именно вот такие люди, которые ищут уже. Конечно. А эти не ищут? Потенциал и вообще никто. Оставим их в покое. Да.